всем привет сегодня джет тур дешинг на обзоре и на тест-драйве сегодня взял я джет тур дешинг надеюсь правильно произношу честно говоря не знаю ну насколько я знаю английский дешинг будет правильно вот так вот выглядит этот автомобиль новый для меня китайский бренд много о чем здесь есть рассказать честно говоря сейчас будем изучать его но и со мной вы посмотрите что это за тачка такая вот внешность можете сами написать в комментариях на что похоже классно выглядит это максимальная версия у нас обратите внимание все сзади диодные фонари вот видно даже указатель поворота бегающие такой звук она издает когда пробуждается я кстати два раза нажал и вот соответственно она у нас таким образом я думаю чтобы найти ее на парковке где-то то есть она все загорает зажигает точнее фонари и издает звуки я думаю чтобы на парковке можно было легко ее найти далее по внешности так она выглядит спереди видимо что здесь есть диодные фонари диодные фары полностью все классно выглядит решетка радиатора у нас тут товарищ смотрите какой приземлился и здесь у нас есть радар адаптивного круиз-контроля я честно говоря еще не знаю точно какие здесь конкретно опции сейчас внутри с вами разберемся но вот радар во всяком случае или место под него есть камеры кругового обзора точно есть парктроники точно все в круг ну-ка посмотрим как спереди загорается здесь у нас ходовые огни и диодные же указатели поворота внешность очень прикольно очень прикольно я подошел к автомобилю он сам открылся смотрите еще здесь такие вот выезжающие ручки классно выглядят автомобиль на тест-драйв предоставила компания сармат это собственно телефон адрес кто захочет прокатиться на тестовой машине или купить обращайтесь у нас самая максимальная комплектация на тест-драйве но как это часто бывает ухты великой когда отходишь от него он сам закрывается значит в нашем случае двигатель турбированный 1.6 литра объемом 190 лошадиных сил 7 ступенчатый робот здесь с двумя сцеплениями в мокрой ванне еще варианты есть полтора литра там поменьше 147 лошадиных сил и там шестиступенчатый робот а есть еще вариант на механике и механика здесь не самая дешевая комплектация а вполне себе заряженная и вот это вот интересная особенность такое редко бывает дверь задняя с электроприводом тоже камера заднего вида парктроники здесь есть много интересно открывается открывается ли взмахом ноги так ничего такого здесь нет может и есть может я чуть неправильно делаю так электропривод есть во всяком случае точно давайте посмотрим багажное отделение так вот она выглядит шторка есть ручка для закрывания и на ручке для закрывания есть крючочек для пакета вот тут кстати очень много таких вот мелочей сейчас я вам их покажу вот смотрите допустим ниша я ее открывал уже под запасное колесо здесь докатка вибропласт поклеен даже инструменты есть и вот смотрите то есть углубление под колесо они сделаны так что сюда можно еще что-то положить то есть использовать его как органайзеры какие-то ну классно же обычно это просто ровный пол под какие-то мелочи допустим пол в багажнике его можно вот так вот вставить сюда ну и соответственно не держать руками и редко где такая история случается вот тут даже таких мелочах машина продумано классно так теперь пойдем на задний ряд давайте оценим карту дверей и материалы отделки здесь что-то типа кожи стеклоподъемник это я так подозреваю подогрев сидений а нет нет это голосовое управление то есть мы нажимаем на кнопку и она спрашивает чем может помочь интересно так в общем по материалам отделки здесь такой пластик вставки под кожу это я так понимаю тоже пластик но под дерево сделан у нас закрытые пороги здесь такими резинками то есть пороги должны быть чистые соответственно вы не вы можете одежду когда будете сюда садиться задний ряд выглядит таким она сама пытается разговаривать задний ряд вот такой вот у нас белый есть два варианта по моему расцветки у нас атакуют с перфорированной кожей таким вот образом выглядит переднее сидение с подушками безопасности шторки у нас есть в целом с безопасностью должно быть все в порядке далее подлокотник ниша с микролифтом подстаканники поражает честно говоря внимание деталям далее климатическая система есть у нас зарядочка юсби еще в ноги воздуховоды тоже имеется место на заднем ряду тут его полно и над головой у меня в районе 170 сантиметров рост несмотря на то несмотря на то что здесь панорамная крыша огромная местом головой хватает место для ног тоже более чем и принципе но вот это сидение под меня настроены ну и в целом здесь мне хватает места тоже по поводу деталей здесь диодная подсветка такими вот кристалликами сделано классно крючки обилие крючков на ручке вот здесь крючки можно посчитать сколько их тут крючок тоже есть крючков прям не пожалели сюда нормально положили еще кстати вот мы можем управлять голосовым ассистентом заднего ряда нажимая на кнопку вот что это такое я думал что это подогрев надо посмотреть в климатической системе если подогрев заднего ряда еще кстати на передние сиденья пока на заднем ряду обратите внимание вот здесь прорези они просто так тут сиденьях встроенные динамики мультимедийной системы так выглядит ключ автомобиль с ключа заводится багажник у нас открывается с ключа и соответственно открыть закрыть машину мы можем покажу как выезжают ручки закрыли открыли карта дверей переднего ряда все стеклоподъемники центральный замок пищал очки колонки в дверях сиденье с боковой поддержкой довольно ярко выраженной с перфорацией не просто так то здесь есть вентиляция сиденье что же покажу вам электрические регулировки в том числе поясничного упора в нескольких направлениях это очень классно о смотрите даже алюминиевые накладки на педалях имеется прикольно ручник электрически здесь у нас находится непривычное место но вот у нас тут он двигатель заводится у нас кнопки квадратная кнопка вот так выглядит руль снизу сверху скошен бортовой компьютер здесь у нас отображается маленький дисплей небольшой все здесь видно хорошо читается удобно кстати что он тут расположен что касается органов управления передача у нас переключается здесь на рычаге а управление светом и дворниками у нас на вот этом рычаге который слева но выглядит все это очень здорово обратите внимание на дисплей мультимедийной системы но как на ноутбуке 15 дюймов огромный ключ заряжается здесь подстаканники у нас здесь у нас беспроводная зарядка беспроводная зарядка 40 или 50 ватт я потом попозже свой телефон положен у меня поддерживает быструю беспроводную зарядку посмотрите работает классно аварийка в очень удобном месте ниши под телефон то есть сюда можно поставить телефон потом тоже вам покажу свой когда размещу то есть мы можем сюда зарядку вывести и по поставить так телефон почему только здесь додумались то сделать это очень удобно здесь вот такая вот огромная ниша сюда мы можем положить я не знаю килограмм картошки наверное есть у нас прикуриватель и избе зарядки тайп си тоже на 60 ватт быстрая зарядка это тоже классно и обычные везде есть стандартный так подлокотник посмотрим ниша под мелочь а он у нас охлаждается нет хорошо и довольно объемный прикольно очень много мелочей так еще один крючочек задетектил крючков масса здесь прям что есть еще у нас есть подсветка в салоне вот она здесь тоже куча динамиков я говорю есть в подголовниках я послушал звук в целом неплохой еще из фич температуру он у нас показывает вот здесь вот тут я покажу вам на дверях температуру снаружи еще какие-то данные честно говоря не очень понимаю написано в общем температуру снаружи здесь показывает и вот здесь она на двери есть сейчас солнце вылезло яркая наверно видно плохо но вот в общем тут температура нас отображается мониторинги слепых зон есть такое зеркало давайте посмотрим панорамную крышу так а и дальние тоже автоматически открывается такое тоже бывает не всегда люк у нас имеется режим проветривания на тоже есть все автоматически регулируется сетка москитная диодная подсветка здесь так ну в общем-то оснащен автомобиль очень ухты что такое надпись какая-то джет тур это подсветка эта подсветка она светится эта штука классно все управление автомобилем у нас осуществляется на этом большом дисплее мультимедийная система у нас есть камеры кругового обзора ну-ка не нажал вот с адаптивными направляющими 3d режим есть вот смотрите как быстро работает вот это классно очень быстро есть еще кнопки управления на руле здесь у нас мультимедийная система управляется есть голосовое управление о температуру климата мы можем здесь настраивать ничего себе климат температура настраивается с руля где в такое видели с руля конечно не очень благозвучное слово в общем на руле кнопки управления климатом вот это да вот это прикольно есть у нас подогрев сидений есть у нас вентиляция сидений трехдиапазонный подогрев и вентиляция а задние сидения кстати говоря у нас тоже с подогревом трехдиапазонным ох как дует хорошо дует прям отлично подогрев задний ряд у нас тоже регулируется вот отсюда есть еще фильтрация воздуха какая-то на самом деле куча настроек я наверное даже не буду у вас утомлять тем что разбираться здесь вот так все выглядит если кому-то будет интересны подробности приезжайте в сармат на тест-драйв там все посмотрите так нужно затестить машину еще что это у нас такое сейчас будем во всем разбираться так сейчас затестим быструю беспроводную зарядку кладем телефон 1 зарядочка пошла обычная а быстро и о 50 ватт показывает круто не припомню чтобы где-то была быстрая зарядка в последних машинах которые тестил не было еще напомню что здесь у нас есть по тайп си тоже быстрая зарядка круто так следующий шаг попробуем законнектить телефон посмотрим что у нас получится по обычному избе у меня тайп си нету а наверное по нему мы не законнектимся то есть скорее всего коннектиться мы можем только по тайп си кабелю потому что по обычному просто заряжается и все только зарядка вот смотрите какая панель тут удобно то есть мы можем положить сюда смартфон здесь есть выемка под зарядку и вот так вот у нас может лежать то есть теории мы даже можем там что-то сделать на нем включить навигацию даже если у нас не подключен смартфон мультимедийной системе хотелось бы конечно посмотреть как бы это выглядело все есть у нас помощь при спуске с уклона выключить мы можем курсовой устойчивость громкости все настраиваются яркость экрана по максимуму поставим авто свет мы можем включить но ухты ты это темная система ну-ка в режиме авто поставим свет так здесь у нас есть предотвращение при столкновении включена эта система мне еще интересно было если здесь адаптивный круиз-контроль еще что касается руля он здесь регулируется у нас по высоте и по вылету сейчас под себя наступим вот так вот дисплей кстати очень удобно видно хорошо но я думаю вам видно вот и блин классная и обзорность хорошая здесь и сидишь ты до потолка еще очень много места то есть они низко прям сил обзорность хорошая мониторинги слепых зон еще вижу стекло греется у нас полностью нитями очень удобно что это есть здорово вообще здорово так вот управление автомобилем режим вождения это я сюда нажал экономичный спортивный стандартный расходы здесь все багажник мы можем отсюда открыть автохолд мы можем включить так состояние автомобиля посмотреть просто интересно здесь у нас поездки так датчик давления есть но видимо меняли калибровка какая-то идет так значит подсветку мы можем регулировать принудительная какая-то то есть яркость можем цвет выбрать прикольно и яркость настроить по максимуму да так понятно мы еще под музыку можем сделать чтоб моргала свет вне автомобиля авто вот что это значит переключается с ближнего на дальний автоматически нет не знаю настройки фар окей системы содействия это что такое так предупреждение о возможном лобовом столкновении есть и мониторинги слепых зон тоже есть нет видимо когда дверь открывается так все понятно более или менее понятно как им управлять я думаю что нужно посидеть просто поковыряться разобраться и все будет ясно вот собственно такая мультимедийная система по сравнению с рукой смотрите огромный дисплей 15-дюймовый мы можем открыть все окна закрыть все окна на проветривание поставить крышу открыть обалдеть обалдеть вообще вот это удобно вот это удобно так что тут еще есть я говорю я первый раз вот сегодня вижу его и вот мне интересно так ему подогрев руля есть так хорошо это тоже хорошо что он тут имеется так ну все тогда сейчас поедем кататься смотрите прикол какой чтобы настроить зеркала то есть мы выбрали вот этот вот этот режим настройки зеркал кнопочка 1 и соответственно настраивать зеркала мы можем клавишами на руле то есть они у нас многофункционально видите зеркало настраивать клавишами на руле климат-контроль управляется клавишами на руле я не такого не видел больше честно говоря так что же тут есть еще то интересно ну-ка сиденья посмотрим так а это у нас память сидений ясно все это у нас крышка багажника подогрев руля включается можем выключить мы курсовую устойчивость не то ставим это помощь при спуске с уклона тоже нужная штука автохолд так значит смотрите история в чем я попытался разобраться как работает адаптивный круиз-контроль радар же я видел посмотрите у нас здесь включается управление коробка передач паркинг у нас на кнопочку нажимается драйв режим и вниз опускаем задняя передача собственно здесь у нас включается так вот нажимаем освещается камера заднего вида вниз мы нажимаем у нас включается d режим еще ниже когда мы опускаем у нас включается адаптивный круиз-контроль и он уже управляется вот здесь то есть вот тут мы регулируем скорость вот этим вот регулятором как это как-то назвать джойстиком наверное а он еще выполняет функции кнопок то есть мы здесь можем настраивать допустим расстояние до автомобиля вот вот собственно так сейчас мы попробуем на ходу конечно но до этого я хочу попробовать как машина у нас управляется парковка экспоцентра наша любимая так что мы в спортивном режиме по моему резко он подрывается как-то еще раз надо привыкнуть все таки к тому как это все дело управляется система содействия у нас включен нет не здесь так у нас спортивный режим включен мы включимся стандартный без этих рывков хочется я хочу понять как машина управляется порулимся с немножко у нас электро рейка это ощущается потому что руль очень легкие но я думаю усилие меняется в зависимости от скорости так очень 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 чувствительный руль чуть-чуть поворачивающего машина двигает за ним так ну попробуем немножко по поворачивать и развернуться многорычажная подвеска сзади и подвеска на кочках она такая довольно сбитая было вот сейчас поворот я зашел кренов нет ощутимых не посмотрел я какой дорожный просвет таки он высокий но при всем при этом управляется хорошо руль очень удобный очень удобный хват мне вот вот эта вся тема с рулем и бортовым компьютером очень нравится очень удобно прям все как нужно расположена классно и рулится тачка хорошо так еще раз кружочек попробуем закрепить круто круто еще шумоизоляция здесь довольно неплохая спереди и сзади у нас войлочные подкрылки обратил внимание когда рассматривал автомобиль часто едем на дороге общего пользования и я хочу попробовать адаптивный круиз-контроль в деле у нас пристроимся за коник машины посмотрим как он держит полосу и вот эти все штуки это тоже очень интересно звук я послушал звук в целом неплохой кстати говоря вот эти динамики которые здесь у нас они тоже играют здесь еще мы слышим там различные ассистенты то есть ну в целом звук неплохой тут я бы не сказал что прям супер вал там какой-то meridian там вообще что-то такое но в целом звук хороший хотелось бы конечно послушать не радио а с телефона но у меня тайп си провода нет вот зарядки есть а к сожалению подключается так понял мультимедийной системе только вот посредством тайп си провода а не обычного вот этот на мой взгляд минус потому что тайп си провод не везде есть особенно если у вас iphone нужно тайп си lightning найти еще тяжеловато сделать с андроидами проще но вот этого тема кстати дай бог здоровья тому китайцу кто вот это придумал это очень классно очень удобно что вот здесь можно расположить смартфон прям тут ему и место вообще ну то есть даже можно им немножко управлять даже если у нас не подключен камеру карты точнее включить какие там я не знаю google яндекс дубль кис и здесь вам будет видно его и это удобно очень так поедем на дороге общего пользования что касается приемистости двигателя и вот этих всех вещей ну в целом 190 лошадей здесь ощущаются едет машина бодренько так ну-ка по касанию тройную так да по касанию есть тройной указатель поворота нас как система предупредила что там был автомобиль мониторинге работает хорошо так значит включаем адаптивный круиз-контроль так нам нужно выбрать скорость у нас хоть и здесь отображается автомобили так выбираем на скорость и настраиваем так вот до автомобиля чуть повыше сделаем все быстрее гораздо едут чем положено так но пока нормально работает только я не понимаю видит он разметку или нет честно говоря не очень ясно по моему пока нет как это настроить я не знаю надо разбираться так затормозил автомобиль вот сейчас у нас до полной остановки так нажмите педаль газа чтобы активировать активировали увеличиваем скорость вот это удобно кстати вот этой крутилочкой как на мышке настраивать скорость очень удобно вот я к сожалению или я не сообразил как включить разметку чтобы он видел или он ее не видит то скорее всего я не сообразил просто как ее включить машину он ведь вся три метра показывает до автомобиля в целом круиз-контроль адаптивный работает нормально такой обзор и тест-драйв автомобиля джет тур дешинг автомобиль вы можете купить в компании сармат если вы проживаете в новосибирске или недалеко от него и хотите приобрести автомобиль здесь заполняйте форму которая находится в описании к ролику возможно от меня и от дилера будут какие-то бонусы и преференции или пишите мне контакты мои тоже есть в описании к ролику и в комментариях всем пока